Всем привет, друзья! В этом видео я хочу показать несколько самых полезных, на мой взгляд, скриптов на AutoHotKey, которыми я уже достаточно давно пользуюсь. Первый скрипт это у нас будет, я его назвал переназначение клавиш, то есть покажу на примере использования в браузере, то есть в интернете. Вот он, по нажатии клавиши, допустим, 1, просто кнопку 1 нажимаем, вместо этого скрипт переназначает клавишу и вместо этого нажимает клавишу Ctrl+,1, вот это вот значение, это Ctrl+,1, в общем, нажимает и в браузере у нас получается переход на первую вкладку. Ну и так далее, 2, Ctrl+,2, Ctrl+,3, Ctrl+,4, в общем, получается переназначение клавиш, то есть упрощение ваших действий. Получается, при нажатии клавиши Escape, скрипт нажимает клавишу Ctrl+,W, вот здесь это прописано тоже клавиша, это делается с помощью другого скрипта, который называется коды клавиш. Сейчас я его запущу на втором мониторе, маленький полезный скрипт, в котором мы нажимаем любую клавишу, то есть можно нажать клавишу W, и он выдает нужный нам код, то есть вот как раз таки вот этот и код и он выдал. Вот нажимаем Copy, он копирует этот код, буфер обмена, вот вставляем через Ctrl-W, Ctrl-W получается WK57, то есть так оно и есть, Ctrl+,W. Ну и все это дело сейчас вам покажу на примере в браузере, также в этой маленьком скрипте, получается это уже программа, можно также клавишу по коду узнать, если у вас есть допустим код, который вы допустим скачали из интернета, скопировали, но не знаете что он этот значит, то можете вот сюда вот этот код прописать, и он вам покажет ту самую клавишу, вот допустим на том же, а ну вот WK получается не нужно прописывать, получается прописываем 57, и он уже вот показал клавишу W, ту же самую, показывая максимально просто, чтобы было максимально понятно каждому, ну и соответственно можно как угодно поменять раскладку, допустим сюда вы прописываете клавишу F, в общем там все просто, думаю что добавлю дополнительную информацию в описании, или возможно в конце видео, в общем досмотрите видео до конца, будет много полезных вещей в этом видео, так, ну и давайте сейчас вам продемонстрирую работу этого скрипта, обязательно запускаем абсолютно любые скрипты от имени администратора, иначе полностью работа скрипта не гарантирована, и вот допустим я создам несколько пустых вкладок, в этом окне пределе окна, скорее всего он должен будет переключаться, вот он этот скрипт, который я использую, он уже у меня в формате exe, то есть компилирован, запускаем от имени администратора, ну и соответственно он появляется в трее, вот допустим вкладка, ну и все, работает, как надо вроде бы, да, да, какую клавишу прописали, то он не будет нажимать, вот на одну, сейчас я переключил с помощью мышки, переходим на следующую, два, три, четыре, пять, чтобы закрыть вкладку, я поставил escape, то есть нажимаем escape, то он закрывает, то есть переназначает, меняет клавишу, то же самое делает control, плюс w, все очень просто и эффективно, можно назначать абсолютно любые клавиши, можете даже экспериментировать, то есть можно комбинировать несколько клавиш, допустим, но правда АХК скрипт не всегда поддерживает много, очень много комбинаций, большую комбинацию, ну и еще один наиболее, на мой взгляд, самый простой скрипт, работа без замены раскладки, его можно как угодно также использовать, вот в общем-то его код, все очень просто, он в основном используется, я думаю, те кто играл или играет на серверах в GTA Samp, в roleplay модах или в общем, я думаю вы поняли, ну и смысл такой, то что прописывая, получается, здесь в общем-то команды, команды сервера, получается, самые простые, допустим, вот допустим самые простые команды, это получается без замены раскладки, вот вам нужно прописать, сейчас я его запущу, чтобы он был в запущенном режиме, запускаем, так, ну и соответственно прописываем на русской раскладке, вот русская раскладка, прописываем slash do, не переключаю, прописали, нажимаем пробел, он автоматически заменил на slash do, хотя мы прописали на это все на русском, ну и получается, вам не приходится менять раскладку, сколько угодно раз вы можете прописать slash do, пробел, он будет его заменять, я думаю смысл понятен, ну и в общем-то это не все, и смысл в общем-то такой, можно, как вы уже заметили, между вот этими вот точками, то есть вот здесь вот прописываем команду, которую мы будем вводить, допустим просто слово 1, а допустим мы хотим, чтобы скрипт заменил его на слово, даже не на слово, а целое предложение, 1 день из календаря, ну и в общем-то он должен это сделать, хоть там целое предложение, вы можете здесь прописать хоть одну букву или же какую-то комбинацию букву FN, он пропишет то, что будет уже здесь, то есть это уже ограничивается только вашей фантазией, вот в общем-то и весь смысл скрипта, ну и соответственно этот универсальный скрипт, тут есть и мои, мое что-то добавленное, я тоже играл на каком-то сервере, это достаточно давно было, его использовал, ну и еще один из наиболее полезных на мой взгляд скриптов, и достаточно простых, я его почему-то назвал уже давно для интернета, но это не суть важна, в общем смысл таков, то что здесь вот этот значок значит, что это нажатие клавиши Ctrl, Ctrl плюс Z нажимаем, и он прописывает, получается, что он прописывает сообщение, ваш текст, нажимает Enter, потом снова текст, снова нажимает Enter, снова текст, Enter, вот в общем-то, как-то так, ну вот допустим, я сейчас нажму Ctrl Z, как видите, он страница прописал, ну и далее, вот сколько угодно, ну раз можно его нажимать, он прописывает то, что прописано в его скрипте, вот в общем смысл такой, здесь можно менять, получается, сендинг под запятую не надо трогать, прописываем здесь свой текст, допустим, окно, текст Enter, пробелы он тоже считывает, как бы за символы, получается, нажатие клавиши Enter, здесь можно тоже любой текст прописать, окно, дверь, допустим, просто что в голову приходит, то и прописываю, в общем-то, комната, ну и пусть будет стул, такс и return, должен быть всегда в конце, это конец скрипта, можно также в конце прописать еще один Enter, чтобы курсор становился в конце, допустим, скопируем вот сюда вот, и он еще раз нажмет Enter, запускаем, ну, можно, если вы работаете в каких-то просто текстовых документах на рабочем столе, то можно использовать в открытом формате, то есть в формате АХК, но если вы работаете в каком-то полноэкранном приложении, то нужно это скомпилировать и использовать в формате EXE, и запускаем от имени администратора, ну и специально для этого создал новый текстовый файл, в котором сейчас мы проверим работу нашего замечательного скрипта, скрипт запущен, открываем пустой текстовый файл и нажимаем Ctrl-Z, и, как можем заметить, он прям прописывает, как я ему, и как там и прописано. Все ссылки в описании, также залью эти самые скрипты на Яндекс.Диск и Гугл.Диск, если вам нужны эти скрипты или вообще просто коды, код скрипта, можете спокойно скачивать, ну и поддержите видео лайком, если оно было вам полезно, поддержку этого видео поделитесь в соцсетях, расскажите об этом друзьям, советую посмотреть вот еще эти два видео, они тоже про скрипты AutoHotKey, ну и всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока!